Всем привет! Меня зовут Ильясыч, и сегодня я подготовил для вас новое и очень интересное видео. В нем я познакомлю вас с работой Брюса Липтона на тему нашего мозга. Звучит интересно, правда? Так что обязательно смотрите видео до самого конца, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии о ваших впечатлениях. Ну что же, приступим к самому видео. Главный герой сегодняшнего видео Брюс Липта. Доктор биологических наук. Я уже адаптировал несколько его видео, которые вызвали огромный резонанс на моем канале. Так вот, труды Брюса Липтона, как я и говорил раньше, доказывают перспективу воздействия на здоровье мыслями и настроем человека. Также он доказал, что умные клетки способны восстанавливаться и даже преобразовываться в молодые и крепкие. Потрясающая книга Брюса Липтона «Биология веры» дает нам совершенно новый уровень понимания тех вещей, которые в корне меняют науку, биологию и медицину. Также перед началом ролика я хотел бы порекомендовать вам очень классный проект, который был создан учеными и экспертами в области нейропсихологии. Основная цель которого – раскрыть потенциал человеческого мозга, а также развитие реакции, памяти, мышления и внимания всего за 15 минут занятий в день. Думаю, вы многие уже слышали про Викиум. Это онлайн-платформа для прокачки познавательных функций мозга на более чем 70 игровых тренажерах. Все тренажеры основаны на научных знаниях о работе мозга и разработаны с использованием методик исследования когнитивных функций. При регистрации каждому пользователю составляется персональная программа тренировок, исходя из результата вводного тестирования, а адаптивный алгоритм постоянно отслеживает прогресс и корректирует ежедневную программу развития. Лично я считаю, что это действительно крутой проект и могу смело рекомендовать вам переходить по ссылке в описании и регистрироваться. Поэтому переходи по ссылке в описании и начни прокачивать свой мозг уже сейчас. Возвращаясь к теме видео, я думаю, что вы не раз слышали, что мы используем свой мозг только на 10%. Кто-то верит в это, а кто-то нет. Версий на самом деле огромное количество. Доктор Брюс Липтон утверждает, что это все неправда. Он говорит, что мы можем задействовать его полностью на все 100%. И существует много разных способов активации работы всего мозга. Во-первых, надо понять, откуда вообще взялась цифра 10%. Очень давно при изучении организма, а точнее гистологии клеток, которые образуют ткани различного строения, а затем органы, был открыт один очень важный факт. Только 10% мозга состоит из нейронов. В то время как 90% клеток мозга не являются нейронами, они выполняли функцию вспомогательных клеток нервной ткани. Их назвали глиальными клетками. И самое примечательное во всем этом то, что согласно нейронному принципу, нейронной доктрине, был сделан вывод, что только нейроны могли обладать функциональными возможностями. А глиальные клетки служили только поддержкой. И тогда было принято решение о том, что так как наш мозг состоит всего из 10% нейронов, то это значит, что мы используем его только на 10%. На протяжении долгого времени глиальные клетки признавали только как соединительную ткань, которая обеспечивает нейронам физическую и питательную поддержку. Но за последние десятилетия исследования показали, что мы недооценили функционирование глиальных клеток. Глиальные клетки выполняют более важную функцию, чем просто физическую поддержку нейронов. Глиальные клетки могут подавлять активность или же наоборот, активировать нейроны. Они связаны с нейронами. Они могут контролировать их работу. И теперь эти глиальные клетки, которые рассматривались только в качестве служебных клеток мозга, оказались весьма способными и ключевыми в работе мозга. Если провести аналогию между нейронами и глиальными клетками, можно сделать вывод, что нейроны – это существительные в предложении. В то время как глиальные клетки – это глаголы, прилагательные наречия. Поэтому глиальные клетки создают чувство целостности. В то время как нейроны служат лишь опорными фигурами. Но когда вы задействуете глиальные клетки, вы заставляете функционировать все человеческое тело. Глиальные клетки становятся очень важной частью процесса мозговой деятельности. Поэтому концепт нейронной доктрины, который гласил, что нейроны вовлечены в функционирование нервной системы, оказался неверен. Исходя из данной информации, можно сделать вывод, что наш мозг работает не на 10%, а на все 100%. И да, у нас всегда есть доступ к этим 100%. Но значит ли это, что мы всегда в полной мере используем наш мозг? Правильный ответ – нет. Когда мы живем по шаблону и по привычкам, то просто задействуем те нейронные пути, которые являются привычными. В результате чего они становятся предпочтительнее в нашей ежедневной жизни. Но если вы сможете задействовать весь мозг, то вы сможете улучшить ваше сознание, осознанность и способность контролировать жизнь. То есть мы можем работать на все 100%. Но только тогда, когда мы начинаем мыслить целостно, а не действовать на автомате, задействуя все те же нейронные пути. Только теперь мы начинаем понимать, что существует множество способов, которые способствуют активации работы всего нашего мозга. И некоторые из них – это простые упражнения для развития возможностей мозга. И данная разминка – это очень интересное упражнение для тела и нервной системы. Например, правая рука контролируется левым полушарием, а левая – правым полушарием. Но вот интересный факт. Если бы правая рука, которая находится под контролем левого полушария, пересекла среднюю линию, то она в тот же момент была бы подхвачена другим полушарием. Потому что теперь она находится и на его территории. Именно поэтому, когда вы скречиваете руки или ноги, то вы активируете правое и левое полушария работать вместе, в гармонии. Когда мы активируем синхронизацию полушарий головного мозга, то это открывает новые возможности при изучении чего-либо. Когда два полушария работают одновременно, то в работе мозга начинают задействоваться новые нейронные связи. Однако после 7-8 лет начинается проявляться доминирование полушарий головного мозга. Это означает, что в течение дня наши полушария находятся не в гармонии с друг другом. В течение дня их работа имеет некую волновую форму, так как иногда мы больше задействуем правое полушарие, а иногда левое, а затем снова правое. В момент задействия только одного полушария начинается доминирование одного полушария над другим. И в таких условиях очень сложно найти баланс в работе полушарий. Даже было предположено, что левое полушарие отвечает за логику и детализирование, а правое за эмоции. Но если вы задействуете только свое левое полушарие, тогда только логические вещи будут иметь для вас смысл. Но будет отсутствовать эмоциональный компонент. И наоборот, если вы руководствуетесь правым полушарием, то вы во власти эмоций. Но логика отсутствует. Это происходит с нами с 8-летнего возраста и продолжается всю жизнь. Но если вы сможете одновременно задействовать оба полушария, то вы подключаете и логику, и эмоции одновременно. И это предоставит доступ к сверхспособностям вашего мозга. Например, вы сможете очень быстро воспринимать информацию. Но и также это предоставит вам доступ к широкому спектру возможностей мышления, которые включают и эмоциональные, и интеллектуальные компоненты. Они необходимы для создания целостного изображения. Поэтому если у вас доминирует только одно полушарие, то в этот момент отключается один компонент вашей нервной системы. Но если вы будете делать упражнения для развития работы мозга, как, например, скрещивание рук и ног, то постепенно вы сможете одновременно задействовать оба полушария. Очень примечательно, что когда у нас синхронизированы оба полушария, мы более спокойны и собраны. И ведь это происходит, когда вы приходите домой вечером и расслабляетесь. Заметьте, что иногда вы скрещиваете свои лодыжки. Вы делаете это неосознанно, просто сидя на стуле. Но когда вы скрещиваете свои ноги, на самом деле вы задействуете всю работу своего мозга. Например, вы испытываете стресс в течение дня или просто хотите отдохнуть. То когда вечером придете домой и просто скрестите ваши руки и ноги, работать начнут оба вашей полушария, обеспечивая вам чувство спокойствия, но в то же время и активируя работу всего мозга. Тогда вы становитесь более эффективным, находясь в расслабленном состоянии. И если в течение дня вы сталкиваетесь со сложной ситуацией, просто скрестите свои ноги и руки, посидите так 3-4 минуты, и затем вы начнете ощущать спокойствие. И в этом спокойствии будут полностью задействованы все ваши нейроны. Когда мы каждый день живем по шаблону, мы задействуем одни и те же нейронные связи. И в результате мы просто подаемся привычке шаблону, которую мы повторяем снова и снова. И именно это останавливает наш мозг. Поэтому поймите, что мы можем использовать 100% нашего мозга, но если мы постоянно действуем на автомате, то не задействуем эти 100%. Как только вы признаете этот факт, сможете задействовать оба полушария головного мозга и использовать его на 100%. И когда вы сделаете это, поймете, что ваша жизнь проще и гармоничнее. Потому что будете использовать всю нервную систему, и это будет способствовать улучшению вашей жизнедеятельности. И это важно. Поэтому не верьте тому, что вы используете свой мозг только на 10%. Это все неправда. Каждый человек может задействовать его полностью на все 100%. Именно это утверждает доктор Брюс Липтон. Еще клетки серого вещества мозга затрачивают немалую долю энергии. Им требуется около 20% всего объема энергии, который организм получает в процессе приема пищи. Следовательно, то, что человек употребляет в пищу, играет большую роль. От продуктов питания зависит работоспособность головного мозга. При полноценном питании и тело, и мыслительная структура получают необходимые витамины и минеральные вещества. Крайне необходимые для непрерывного обмена информационным материалом, который находится в нервных клетках. Для полноценного обмена необходимыми веществами между клетками и другими органами необходимо выпивать около 2 литров жидкости в день. Активное движение поможет избежать стрессовых ситуаций и предупредит застойные явления в мыслях. Тренировка координации считается одной из своеобразных форм движения. Среди множества положительных аспектов этих упражнений выделяет целенаправленное повышение работоспособности головного мозга. Одновременная работа и правого, и левого полушария, как мы с вами уже выяснили, достигается при помощи упражнений, которые содержат движения, связанные с перекрещиванием рук и ног. Выполнение этих упражнений приведет к расслаблению внимания, которое в свою очередь поможет достичь пика работоспособности. В описании под видео вы сможете найти полный комплекс упражнений для вашего мозга. Так вот, в конце видео я бы хотел еще раз сказать о том, что наш мозг нельзя растянуть. Он не сокращается, подобно мышцам ног при ходьбе. Однако, чем больше человек упражняет свой мозг, тем больше нервных связей создается в нем. Чем выше активность мозга, тем больше попадает туда крови, обогащенной кислородом. Ну а на сегодня это все. Информации много, но думаю, что она максимально полезная. Очень интересно почитать ваше мнение в комментариях. И не забывайте, что я публикую видео каждую неделю, а чтобы их не пропустить, включайте напоминания. Жмите на лайк и подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова